Эта гора стала символом проблем, которые росли с каждым днём в компании «Экотранс», занимавшейся вывозом мусора в Ленинском районе. Благодаря визиту первого заместителя, министра экологии и природопользования Подмосковья Паула Кириллова, в сентябре нынешнего года, который освещали федеральные СМИ, свалка стала известна всей стране. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Кузнецов назвал несколько причин, сложившейся в мусоровывозящей организации ситуации. Не смогла компания сориентироваться вовремя в изменившиеся условия. по вывозу мусора. Вы знаете, что идёт компания по закрытию полигонов на территории Московской области. Ближайший полигон, который сейчас работает и принимает мусор от Ленинского района, это полигон Коломна, находится он на расстоянии порядка 100 километров, то есть плечо увеличилось в 1,5 раза. Плюс вторая причина – это увеличение стоимости утилизации на полигонах. Ну и третья причина – это мусора меньше не становится, а полигоны закрываются. На полигонах образовались очереди, ходов стало возможно сделать меньше. Ну и в совокупе третья причина и невозможность самой организации как-то сориентироваться в новой ситуации привели к тем событиям, которые мы сейчас наблюдаем. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения жителей и управляющей компании, стал очередной сбой в перевозке мусора. Управляющая компания вовремя сориентировалась, реагировала и заключила договор с другим перевозчиком, который и приступил к вывозу заваленных площадок. В течение трёх-четырёх дней была проведена большая работа, и ночью тоже увозили. В итоге город почистили. Сейчас активно чистятся поселения по всему району. В том, что новый перевозчик будет добросовестно выполнять свои обязанности, в администрации Ленинского района абсолютно уверены. Перевозчик – перевозчик в рознь. У кого-то есть сложившаяся история работы с полигонами, у кого-то она, возможно, захромала. То есть у нового перевозчика есть заключённые договоры с полигонами, есть выделения лимита для утилизации мусора, который они собирают не только с нашего района причём, и есть мощности, которыми они могут это делать. Тем не менее, чиновник отметил, что новая мусоровлазящая компания работает по временному договору. Минципальная компания, управляющая, тоже работает в соответствии с 44-м законом, и конкурсную процедуру никто не отменял. Сейчас заключен договор, так называемый, аварийный, на два месяца до конца года. В это время сейчас уже управляющая компания подготавливает процедуры конкурсные для размещения, и будет проводиться конкурс на отбор перевозчика. Но с обязательным требованием наличия у перевозчика лицензии, лимитов, техники, людей и так далее. Проведена большая работа над ошибками, и требования, которые будут выдвигаться новому перевозчику, станут более жёсткими. Также Александр Кузнецов отметил, что жителям частных домов необходимо перезаключить договоры на вывоз мусора с новой компанией. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.